здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я готовлю вкуснейший знаменитый торт крещатый яр торт с очень красивым разрезом с необыкновенно вкусными коржами в этом торте сочетаются несколько вкусов меренги с орехами песочных рассыпчатых коржей сметанного крема с кислинкой нежнейших шоколадных коржей которые буквально тают во рту и очень нежного крема со сгущенным молоком торт этот очень вкусный готовится он в два этапа и сами действия которые мы будем производить в принципе совсем несложные и готовится этот торт из очень простых продуктов сейчас приготовим шоколадный бисквит здесь у меня три яйца среднего размера 8 грамм ванильного сахара или ванильного экстракта берите 120 грамм сахара и сейчас я всю эту массу взбиваю примерно 3 минуты чтобы яичная смесь стала пышной и светлой вот такая масса в итоге должна получиться здесь у меня 120 грамм размягченного сливочного масла масло я взбиваю до побеления и пышности сейчас я добавляю все масло в яичную смесь и аккуратно перемешиваю миксером ничего не взбиваю я это делаю для того чтобы меньше расслаивалась смесь если мы будем отдельно взбивать сахар с маслом потом вводить яйца смесь очень сильно отсекается и расслаивается я всегда уже много лет взбиваю именно вот таким образом теперь просеиваем туда 150 грамм муки 40 грамм какао и 7 грамм разрыхлителя и все это сейчас просто аккуратно перемешиваем миксером туда же я сейчас вливаю 80 миллилитров комнатной температуры молока молоко берите даже слегка теплые но не холодное все тесто готово духовку у меня уже разогрета на 170 градусов цельсия режим верх-низ будем выпекать без конвекции диаметр всего торта у меня будет в данном случае 18 сантиметров и все коржи последующие будем выпекать именно в диаметре 18 сантиметров и отправляем выпекаться примерно на полчаса бисквит выпекся даем ему остыть как только он остыл я сразу же разрезаю его на коржи этот бисквит можно разрезать и горячим он разрезается превосходно он у меня еще очень теплый когда его разрезаю и уберу его сейчас в холодильник в пищевой пленке шапочка останется она мне в данном торте не потребуется коржи у меня достаточно высокий где-то по два с половиной сантиметра сейчас мы готовим песочное тесто здесь у меня 200 грамм размягченного сливочного масла добавляю туда щепотку соли и 120 грамм сахарной пудры и взбиваю сейчас чтобы образовалась такая пышная белая масса теперь ко взбитому маслу я добавляю 3 желтка каждый желток прорабатываем основательно чтобы все хорошо перемешалось основа для теста готова сейчас я просеиваю туда 360 грамм муки и все это просто прорабатываю миксером собираем все тесто вместе и убираем сейчас в пищевой пленке в холодильник где-то на 30-60 минут я его так сформировала чтобы удобнее потом было нарезать теперь я приготовлю орехи здесь у меня 120 грамм фундука я его измельчаю в пакете скалкой сильно мельчить орехи не нужно чтобы они чувствовались потом в торте орехи для данного торта можно брать любые и я сейчас обжарю орехи в духовке на 150 градусов цельсия где-то до аромата такого орехового у меня прошло примерно минут сорок я достала тесто из холодильника делю его на четыре части и сейчас я нарезала из пекарской бумаги вот такие квадраты и на каждом из квадратов я сейчас раскатаю коржи диаметром по 18 сантиметров накрываем также слоем пекарской бумаги чтобы нам удобнее было работать и вырубаем кольцо или же по трафарету вырезайте корж диаметром 18 сантиметров но ни в коем случае не больше чем шоколадный корж иначе это будут большие проблемы потом у вас со сборкой торта лучше сделайте коржи чуть меньше чем у вас шоколадные коржи сейчас выпекаем при температуре 190 градусов цельсия верх-низ без конвекции песочные коржи где-то по 8 минут максимум 10 просто слегка их запекаем вот так они должны выглядеть теперь пока печется следующая партия песочных коржей я взбиваю меренгу 90 грамм белка у меня здесь добавляю щепотку соли и 8 грамм ванильного сахара и ввожу туда 170 грамм сахарной пудры порциями где-то в три приема и взбиваю вот до такой побелевший пышной массы минимум пять минут у нас получилось без на французской меренге то есть оно должно быть нет не так сильно она держит пике но нам этого достаточно теперь беру вот этот недопеченный песочный корж и наношу на него слой меренги где-то 5-7 миллиметров чтобы он был высоту не больше меренгу делю на четыре части чтобы мне хватило на четыре коржа и посыпаю сейчас щедро каждый корж орехами орехи у меня высушились в духовке при температуре 150 градусов цельсия до появления такого приятного орехового аромата и слегка разравниваю чтобы орехи у меня потом не рассыпались и так я проделываю со всеми коржами я убираю выпекаться на 10 минут при температуре 200 градусов цельсия вот такие коржи у меня получились в итоге может быть у вас 12 минут понадобится вот чтобы получился сухой абсолютно сверху меренговый корж теперь приготовим масляный крем на сгущенном молоке здесь у меня 180 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю его до побеления до пышности и добавляю туда 250 грамм сгущенного молока с сахаром и взбиваю сейчас до такой пышной побелевший массы крем готов взбивается он буквально пару минут теперь готовим сметанный крем здесь у меня 130 грамм сгущенного молока с сахаром добавляю туда 18 грамм миллилитров лимонного сока свежевыжатого перемешиваю масса должна загустеть и посветлеть здесь у меня 500 грамм сметаны сметаны лучше брать 25-30 процентов жирности добавляю туда все сгущенное молоко с лимонным соком и два пакетика загустители для сливок 16 грамм и взбиваю просто все до пышности крем готов и теперь можно уже приступать к сборке торта шоколадные коржи я ничем не пропитываю потому что они здесь очень влажные получаются и очень нежные на шоколадный корж я наношу одну треть от всего сметанного крема кладу песочный корж дном на сметанный крем и меренгу сверху я покрываю половиной масляного крема на сгущенном молоке меренговый корж должен стучать то есть он должен быть совершенно сухим разравниваем и накрываем следующим коржом меренгой вниз вы меренга была у нас полностью изолирована масляным кремом а песочные коржи сейчас опять же промазываем сметанным кремом чтобы они у нас от сметанного крема пропитались торт этот я готовлю в два этапа всегда сначала я предварительно выпекаю шоколадные коржи также я делаю песочное тесто и обжариваю орехи теперь на сметанный крем я опять укладываю песочный корж меренговым слоем вверх меренговый слой я опять же промазываю масляным кремом и кладу меренговый слой вниз то есть это все делается для того чтобы изолировать меренговые коржи выкладываем третью часть всего сметанного крема и накрываем в итоге все это шоколадным коржом в принципе торт собран все это делается совсем несложно главное распределить свою работу и убираю сейчас в холодильник на ночь сверху покрывая также в пищевой пленкой крем которым я сейчас покрою тортик сверху это очень быстрый крем шоколадный с маскарпоне как он готовится проходите по ссылке на видео я оставлю вам в инфобоксе я сейчас связала просто этим же кремом крошки немножко выровняла так шпателем и этим же кремом из кондитерского мешка я покрываю весь торт домашний тортик этим кремом выровнять можно и сейчас шпателем или линейкой просто разравниваю все это сейчас я ставлю тортик где-то на пару часов еще раз в холодильник чтобы верхний крем у меня схватился он уже хорошо пропитался и разрезается прекрасно коржи все прекрасно прослеживаются в торте торт получается необыкновенно вкусным шоколадные коржи буквально тает во рту рассыпчатые песочные коржи которые пропитаны сметанным кремом хрустящий слой меренги с орехами дает необыкновенное сочетание вкуса и этот торт конечно же праздничный этот торт не на каждый день вы его также можете приготовить более низким и широким тогда взять то же количество ингредиентов просто приготовить его на 22 или на 24 сантиметра тогда средних коржей у вас будет только два и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео